Санья Сафина Люди пытались потушить возгорание до приезда пожарных, но им это не удалось. Вода в бане. Я говорю, бабай, давай воду открывай. Вода открыли, вода не идёт. Вода не идёт. Я поднимаю, бабай, поднимался на крышу, и он упал. Такой жара не сможет даже, дышать невозможно. Вот в течение часа всё сгорело. Валентина Халиулина увидела возгорание одна из первых. Говорит, что сарай, а потом ещё 12 гаражей вспыхнули, как спичка. Вышло из подъезда. Уже тут было пламя. Видимо, уже оно ветром как раз вот туда подуло и перенеслось на сено. На тушение пожара прибыли бригады села Сухарева и Нижнекамска. Сообщение к ним поступило около трёх часов дня. Огнеборцы сразу же принялись тушить огонь, но пламя распространялось очень быстро из-за сухой и ветреной погоды. Поэтому спасти животных, оказавшихся в огненном плену, не удалось. В сарай жители посёлка Трудовой пристроили к имеющемуся кирпичному гаражу сами. В нём разводили скотину три семьи. Этой весной, говорят люди, они потратили огромную сумму на покупку свиней, кур, гусей, индиуток и кроликов. Помимо этого, у 12 собственников сгорело имущество, которое они хранили в гаражах. Электричества не было, поэтому пострадавшие считают, что это поджог. Или поджог, или ребятежки играли, куривая, из-за угадного. Я думаю, что это, наверное, детская шаласть. Дознаватель, который сейчас разбирается в случившемся, пока официальных причин ЧП не называет. Причина возникновения пожара, а также нанесённый материальный ущерб устанавливается. Пока рассматриваются две версии произошедшего – поджог, либо неосторожное обращение с огнём. Ни у одного из пострадавших имущество не было застраховано. Сумму ущерба они оценивают несколько десятков тысяч рублей. Вера Муратова, Максим Галимзянов, Новости Татарстана. 25 лет в эфире. С вами и для вас.